Так, надо всё спрятать. У нас не пошлый канал. Всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотела с вами поговорить на очень актуальную тему нынешнего времени года. Если вы живёте в стране, где зима, это не море, пляж, песок, а снег, мороз и холод, значит продолжайте смотреть данное видео. Начнём, пожалуй, с лица и постепенно будем опускаться вниз. Думаю, каждая девушка, которая интересуется декоративной косметикой, имеет в наличии тональный крем. Если вы обладательница жирной кожи, не стоит бояться, что ваше лицо будет блестеть. Закупайтесь обязательно тоналкой, которая будет жирненькой, слегка хотя бы. Тональный крем в зимний период должен быть питательным, это обязательно. И также наблюдайте за тем, чтобы в тоналке присутствовал витамин Е. Если же вы обладательница сухой комбинированной кожи, тогда, думаю, у вас и так всё нормально, потому что обычно, если сухая кожа, то покупается крем более жирной консистенции, поэтому, думаю, вам ничего менять не нужно будет. Лично я использую тональное средство от MAC, но данное средство очень лёгкое для зимнего периода, поэтому я на неделе обязательно заскочу в магазин и также приобрету себе что-то более плотное, подходящее под данный период. Крем для ухода за лицом, увлажняющий на основе воды, либо выбросьте, либо, если позволяет срок годности, отложите в ящичек для лучших тёплых времён года. Если вы не любительница того, чтобы ваша кожа лица трескалась и шелушилась, тогда покупаем питательный крем и мажем наше личико. У меня это крем от производителя Зелёная аптека, по-моему, так называется. Он очень простой, бюджетный, но, что важно, натуральный и полностью подходит моему типу лица, моей коже, особенно зимой. Он питательный, что важно, и регенерирующий. Наношу я данный крем утром за час до выхода, потому что, если вы, например, будете наносить крем и после этого сразу выходить на улицу, это также не очень хорошо будет сказываться на вашем лице. Поэтому где-то за час-полтора наносим, и перед сном наношу как бы на целую ночь. Засыпаю с ним, логично. Зимой, когда падает снег, и всё это добро ложится нам на лицо, то, конечно же, лучше тушью не пользоваться в идеале. Но, если же вы не можете без туши, я не могу без туши, то в таком случае используйте именно водостойкую тушь, так как обычная тушь просто начнёт течь, и у вас будут такие пандовые глаза. Я использую тушь от Буржуа, она не водостойкая. Я не знаю, если я буду себе покупать водостойкую тушь, потому что я не любительница всякой этой косметики такого типа. Не знаю почему, просто такие личные предпочтения. Моя тушь меня вполне устраивает, у неё есть две такие опции. Она и удлиняет с одной стороны, и с другой стороны придаёт объём ресницам. Я ярая фанатка матовых помад и карандашей, всё остальное я просто-напросто не приветствую, не люблю всякую вот эту кремовую основу, кремовую текстуру или же блески. Блески вообще у меня вызывают какой-то рвотный рефлекс, не знаю. Но, к сожалению, в зимний период времени матовой косметикой, матовыми помадами лучше не пользоваться, так как их текстура очень сильно сушит. Поэтому зимой, конечно же, лучше отказаться от матовой помады особенно. Карандашик он ещё куда не шёл, но помадку прямо отменить. Необходимо закупиться на смену им питательными, жирненькими помадками. Чаще всего это бывают гигиенички. Вообще гигиеничка это самое лучшее, что может быть в мороз, холод. Так как они очень хорошо восстанавливают нашу и без того тонкую кожу губ. Честно вам скажу, я от матовых помад ни за что не откажусь. Даже в зимний период времени, даже если это плохо. Но для этого у меня есть маленький лайфхак. Я перед сном наношу гигиеничку на губы. Обычную гигиеничку. Она смягчает эпидермис губы. И к утру губки выглядят свежо, без вот этой, знаете, кожицы сухой. И также перед нанесением помады, матовой, естественно, или же карандаша, я также наношу эту гигиеничку на губы. Где-то за 30 минут до макияжа губ. И все. И потом у меня губы в хорошем состоянии. Могу, в принципе, краситься матовыми помадами. От пудры зимой стоит отказаться, за исключением, если она кремовой текстуры. Румянами тоже не стоит пользоваться в зимний период, так как, ну, знаете, если вы выходите на улицу и там морозит, то у вас и без того щечки будут красненькими. Пудры я, например, никогда особо не пользуюсь, за исключением видео, чтобы там замазать какой-то блеск, чтобы он не был таким явным. Румянами я пользуюсь. Румяна у меня идут от Dior и Bella Oggi. В палетках я довольна этими румянами и, в принципе, менять пока ничего не собираюсь. Я обожаю вкусно пахнуть, наверное, как и все девушки, или даже, блин, большинство людей, надеюсь. Но, к сожалению, в зимний период стоит отказаться от различных спреев для тела, потому что в них присутствует этиловый спирт, что сушит кожу. Замечательной альтернативой могут послужить средства на основе ароматических масел для тела. У меня есть только два спрея. Это мой любимый Chanel Mademoiselle и спрей для тела из косметического набора Rituals. Но хочу заметить, что парфюм никто не запрещал, поэтому пшикайтесь на здоровье. Зимой постарайтесь забыть о лосьонах, муссах, гелях для тела, потому что они быстро впитываются. И вот вы, например, мажете этим лосьоном, например, свое тело, и через, не знаю, минут 5-7 его как не бывало. То есть защиты никакой нет. На смену всего этого добра вы можете использовать питательные кремы или же масла для тела. У меня это масло Johnson's Baby, это вообще мой такой, знаете, must-have, потому что, ну, он мне помогает в любое время года, и предназначение у него миллион. Крем для тела у меня, это идет из удивительной серии Агафьи, секреты сибирской травницы. Как-то так. Очень приятный крем, приятный и на ощупь, и на то, как он ложится на тело, и аромат у него бесподобный. Знаете, такими орешками какими-то пахнет. Безумно классно. На этом все. Я надеюсь, данное видео вам было полезным, и вы будете пользоваться какими-то советами, если как бы решите, что они вам нужны. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое за ваши пальчики вверх, за подписку, спасибо за вашу зрительскую поддержку. Огромное спасибо. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok